Добрый день, в эфире новости спорта и я их ведущий Артем Юнусов. 7 августа в Челябинске пройдет Кубок России по автокроссу. Участников будут определять сильнейшие спортсмены Урала и Сибири. Дальше пройдут далеко не все, а только самые лучшие. Челябинские волейболистки в категории до 18 лет, которые в этом году стали призерами чемпионата России, уже отправились на сборы и успешно готовятся к новому сезону. Ну что ж, мы им желаем удачи и хорошей подготовки. А вот что касается футбола, здесь очень интересная картина. Футбольный клуб Челябинск принимал участие в фонбет Кубки России по футболу, прошел успешно первый этап, а вот во втором этапе встретился со своими земляками. Торпеда из города Миас. К несчастью для челябинцев и к счастью для Миасов, Торпеда одержала победу со счетом 2-0 и отправилась в следующий этап. Мы им, конечно же, тоже желаем удачи. А сейчас хочется посмотреть, как обстоят дела у наших спортсменов на Олимпиаде в Токио. И я передаю слово своей коллеге Елене Хребтовой. Лена, привет! Обещай! Да, спасибо. Приветствую, Артем. Приветствую вас, уважаемые телезрители. Мы с вами находимся в солнечном Токио. Сегодня здесь очень жарко. И очень хорошо, что сегодня матч по водному полу и есть возможность побыть возле воды. И вот буквально через несколько минут начнется матч сборной России и сборной Соединенных Штатов Америки. Напомню, что в четвертьфинале наша сборная обошла сборную Австралии со счетом 9-8. И что очень важно, что в нашу сборную входят три девушки из города Златоуста. Наши Уралочки внесли огромный вклад в победу нашей сборной. Весь Златоуст, вся Челябинская область и, конечно же, вся страна болеет за наших девушек. Мы ждем вас с победой. Желаем вам удачи. We will rock you. Россия, вперед! Артем, передаю слово тебе. На этом наш выпуск подошел к концу. Увидимся с вами через неделю. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!